Привет, девчонки! А я сижу такая, жду побочек сегодня. Я буквально два часа назад вышла из процедурной, и сейчас сижу и думаю, что у меня сегодня случится. Решила выйти немного на улицу, подышать свежим воздухом, потому что в последнюю неделю я вообще такая ленивая была. Я совершенно не выходила гулять. Дел особых таких не было, я по магазинам не ходила, сидела как мишка в берлоге. Ну и сегодня я подготовилась, вычитала информацию про эту заметку, нифига не поняла, и пошла на капельницу. Мне сделали сегодня и укол в живот и золодекс, но золодекс это уже у меня вторая ходка. Я уже знаю, что все нормально, все путем, не так страшно, черт, как его молюют. А вот заметы у меня в первый раз, вот сижу и жду. Меня предупредили, что у меня может быть ломка, что у меня могут быть мышечные боли. Я думаю, что гриппозное состояние будет, или может быть даже не будет, потому что у каждого по-разному. Взяла себе кофеек, пришла и читаю. Ой, решила проблемы с зубами. Интересно вообще, так все по жизни получается. У меня есть знакомая в Германии, она открыла себе кабинет зубной недавно, месяца два назад. И само собой, что пригласила всех знакомых на проверку зубов. Убедила и меня, что мне нужно почистить камни, что мне нужно тоже иногда ходить к врачу, даже если мне так отозрительно, кажется, что у меня все классно. Но все равно к донтисту нужно ходить. Ну, значит, пошли мы вместе с Дориной, вместе с мужем к ней, проверила она мне зубы. Она обрадовала меня, сказала, что у меня все нормально, немного там что-то бровят у меня эти зубы мудрости, ну, немного, будто бы кариес такой, мини-карис появляется. Но она сказала, что пока они меня особо не беспокоят, ну и не беспокоить их. Придет время, тогда мы их и рауз вытащим. Сделала мне снимок, помню. Точно, точно, она мне даже снимок сделала. Ну, и отправила меня домой. Ну, да, сделала мне чистку, почистила мне от камней. Ну, ощущение вообще такое прекрасное. После чистки я так языком проводишь, все так гладенько, все так классно. Поругала меня, что я не пользуюсь нитью, такими вот специальными зубочистками, такими как ершики, которые вычищают вот между зубами, куда щетка зубная не проникает. Объяснила мне, что обязательно мне нужно купить электрощетку, потому что эта щетка крутится там не знаю сколько раз в секунду, намного быстрее, чем ты это делаешь руками, так оно и есть. Я купила щеточку, очень довольна, кстати, спасибо. Орл-Б какой-то там, Орл-Б или от Браун? Орл-Б от Браун. Пасту специальную она мне посоветовала, парадонтакс, парадонтакс, парадонтакс. Ну, в общем-то, в тот день, когда я была у нее, она мне сказала, что у меня проблем нет. Буквально через два дня после того, как я была у этой своей знакомой подружки, которая меня обрадовала, что у меня все шикардо с зубами, я иду, значит, на очередной контроль в клинику. И там меня в клинике проверяют, предупреждают, что я начинаю лечение с помощью там препарата Замета, и мне обязательно нужно сходить к дентисту, и этот дентист должен мне подписать такую специальную бумагу, мол, что у меня никаких проблем с зубами нет. Я, значит, выхожу из кабинета, сразу же ее набираю и говорю, слушай, какое счастье, что ты меня убедила именно на этой неделе к тебе пойти. Хорошо, что я сделала снимок, потому что это нужно было сделать для моей болячки, для моего рака. Я начинаю лечение с каким-то там препаратом непонятным, и ты должна подписать какую-то бумагу. И тут она мне говорит, слушай, а какой это препарат? Я говорю, бисфосфонат Замета. Блин, у меня здесь поезда едут, и иногда плохо слышно. Так вот, это моя подруга. Когда узнала, что мне в течение двух лет будут ставить капельницы Заметы, она запаниковала и говорит мне, давай приходи еще один раз ко мне, и не знала, что у тебя все так серьезно, что ты будешь принимать эту Замету, давай я еще один раз тебя перепроверю. Ну ладно, пришла я, значит, к ней еще один раз, и она мне говорит, у тебя начинающий парадонтоз, у тебя что-то там приподнялась десна, оголилась немножечко шейка зубов, для основания зубов, что у меня там оголилась. И, в общем-то, тебе надо сделать специальную процедуру. Эта процедура проводится в два этапа. Ты должна прийти ко мне два дня подряд. Первый раз мы тебе, ну типа нужно очистить еще один раз все камни, только то, что она мне делала до этого, это были камни, вот которые видны от десны и ниже, а те камни, которые она должна была мне сейчас уже чистить, это те камни, которые находятся под десной. И эта процедура стоит 800 евро, мол. Ну, а сразу же меня успокоило, что эту процедуру оплачивает тоже страховка, и просто нужно написать заявление, и объяснить, и попросить у страховки, чтобы они поняли, что у меня там ЧП, и это нужно обязательно оплатить. Ну, в общем-то, я таки не поняла, нужна на 100% эта процедура, не нужна на 100% эта процедура, но так как это бесплатно, я подумала, почему бы нет, почему бы не пойти почистить себе те камни, которые находятся под десной. Я даже не знала никогда, что под деснами тоже оказывается есть камни. Но интересен факт, что этих камней не было до тех пор, пока я не сказала ей, что мне нужно проходить это лечение. А как только я об этом ей объявила, то сразу же у меня какие-то камни появились. Ну, я думаю, что в этом ничего страшного нету, потому что это, ну, это хорошо, но раз бесплатно, почему бы не сделать. Была я у нее два раза, вылечила она мне мои зубы, и сегодня, значит, я сделала свою первую капельницу с этой вот заметой. И вообще я не понимаю, что это за зверь такой заметой. Если с другими препаратами, я как бы перелопатила весь интернет, но с этой заметой, так как мне только 6 капельниц будут делать в течение двух лет, я как-то забила и даже особо и не вникала. Не вникала, почему? Потому что в первый раз, когда я только узнала об этом препарате, мне мой врач сказал, что я буду очень быстро терять кальций, поэтому мне нужна заметом. И я подумала, что-то какая-то большая доза кальция для костной ткани. Тут читаю в интернете, оказывается, замета, фармакологическое действие, ингибирующее костную резорбцию. Все понятно. Я как-то писала об этом в инстаграм-пост, и мне девчонка одна сказала, что у меня же были подозрения на метастазы в ребре, да? Я почему-то подумала, что это и это метастаз. Даже не то, что подумала, даже врач так выразился, что помимо того, что я буду терять кальций, мне еще не помешает принимать эту замету, потому что у меня же там что-то непонятное было, да? Загадка такая, что у меня там было в ребре. Поэтому для меня этот препарат очень даже показан. Ну, и когда я писала этот пост в инстаграм, девчонка одна мне сказала, что мол, типа, да ну это глупости, если у вас есть метастазы в костях, это заметно вам их только укрепит. И тут у меня такая складочка, такой тупик, так как заметно укрепляет метастазы в костях вместе с костями, или это все-таки противоопухолевое средство? Смотрю, в интернете написано, вот, помимо ингибирующего действия на резорпцию костной ткани, золидроновая кислота обладает противоопухолевым свойством. Если, ну рассмотрим такой вариант, самый плохой вариант, что если там на самом деле метастаза, которую никто не мог вычислить, значит, замета мне поможет побороть ее. Ну, в общем-то, не знаю. Сижу, жду побочек. Я надеюсь, что я войду в число тех людей, которым хоть бы хны от этой заметы, и никаких побочек не будет, но если даже и будут, я морально приготовилась, что за 2-3 дня они пройдут. Сегодня у меня среда, 6 марта. О, сегодня день рождения Насте. Сегодня день рождения моей двоюродной, любимой сестренки. Настя, если ты смотришь это видео, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, в добрый час с тем, что ты сейчас начинаешь. Счастья, любви, и, надеюсь, встретимся на свадьбе. Сегодня у меня среда, 6 марта, а в субботу я еду на лыжи. Тут все люди уже покупают тюльпаны. Смотрю, уже у некоторых чуть ли не нарциссы расцвели, а я тут на лыжи собираюсь. Ну, что ж поделать, целая компания из Хунидуара едет именно в этот период, в каждый год кататься на лыжах, и я тоже вместе с ними туда решила поехать. Ну, как бы муж решил, я его подержала. Сегодня по дороге из клиники моя Николета решила зайти в ДМ, в магазин ДМ, и купить себе одноразовые мешки для пылесоса. Так я, само собой, что я не могу не зайти в этот магазин. Меня прям вот так вот тянет, тянет, как наркомана туда. Думала купить себе тоже вот эти ершики-зубочистки. Но когда я зашла, у меня глаза загорелись, все, сразу я пошла к тому отделу, где продается косметика, и купила себе карандаш для губ от NYX. Вот он у меня сейчас на губах. Мне нравятся карандаши от NYX, потому что они, ну, для Германии вообще недорого. 3 евро, 3 с чем-то. Номер 860. Это просто лип-лайнер. Вот как он выглядит. И мне нравится, что он, ну, прям вот точь-в-точь оттенок моих губ, как все говорят, только лучше. Вот если его просто тоненькая линия, здесь, где у меня, ну, знаете, после 30 лет губы пигментированы, но иногда бывает такое, что вот здесь, допустим, контура вроде бы нету, будто бы он исчезает. То есть губы не пигментированы вот так вот участками, как будто бы какие-то пробелы. Если я хочу какие-то недостатки скрыть этим карандашом, так это вот оттенок моих губ, только лучше. Когда я его просвочила на руке, мне показалось, что он немного вот персиковый. Оказывается, нет. В меру холодный, в меру теплый. В общем-то, всем советую. Даже не видно, что на губах что-то есть. Ну, практически не оставлять. Немного вот по контуру, потому что я так жирненько себе подкрасила губы. Практически можно сказать, что можно целоваться и следы не оставлять. У меня прямо перед домом, школа. Я здесь, сзади этой школы. Вот. Такой вот здесь спортзал. Я не знаю, если видно. Вот там вот внизу спортом занимаются. Классный такой спортзал. Получается подвальное помещение. А окна наверху. Окна, получается, на первом этаже, а сам спортзал, он в подвале. Классно так. Так по-современному, я не знаю, если видно, потому что в окне, наверное, я отражаюсь. Ну, классно выглядит. Спортзал в подвале. Классно. Очень много учеников приезжают сюда в школу на великах с утра. И есть специальная парковка для великов. Вообще у немцев абсолютно все предусмотрено. Или нам в наших странах меньше идей к голову приходит. Не знаю. Сейчас я вам покажу парковку для великов. Ну, это такие железяки, к которым можно привязать велик. Ну, вот она парковка для великов. Вот такие специальные железяки. И к этим железякам ты привязываешь свой велик. Ну, все на замочек закрываешь. Все равно они не оставляют без присмотра. Ну, как бы есть место специально предусмотренное для этого дела. Все очень аккуратно выглядит. И утром здесь в течение дня, потому что сейчас у нас уже после обеда получается в течение дня с утра в основном здесь полным полно. Все забито. Парковочных мест нету. Ну, такая же парковка есть и с той стороны школы. Наверное, 3-4 парковки прямо вокруг школы. Помещение, где все машинки. Надо свет включить. Темнота какая. Значит, включаем свет. И вот здесь много-много помещений. Вот место для того, чтобы хранить велики. Плюс у каждого жильца есть вот такой вот кабинет, как я называю, когда муж из дому выгоняешь. Вот он сюда приходит. Шутка, конечно. Вот у меня получается два подвала. Вот этот подвал, так как мы снимаем в этом доме две квартиры. В одной квартире у нас находится офис, а в другой квартире у нас квартира, где мы живем. вот у каждого жильца есть одна комнатка. Здесь достаточно прохладно, можно оставлять, на зиму хранить можно картошку, морковку, свеклу. И вот это вот такое помещение с машинками. Вот у каждого жильца своя машинка. Видите, каждая машинка подключена к конкретному кранику. И этот краник проходит через, допустим, вот этот краник проходит через мой счетчик. То есть не так, что у одного дети стирает каждый день по три раза, а у другого просто бабушка стирает раз в месяц. Каждый сколько тратит, за столько и платит. Каждый, кто хочет, может оставить здесь свои моющие средства. Самое интересное, что никто ничего не тырит. Вот это классно. То есть вот пожалуйста пац стиральные порошки, ополаскиватели, никто ничего не тырит. Можно вывешивать, некоторые забирают к себе, но немцы блин, такие неаккуратные, посмотрите, как они вывешивают, то есть они даже не стряхивают, им пофиг. Но так все чистенько. Приходит женщина раз в неделю, убирает все, подметает, полы моет. Не надо дежурить. Вот еще хочу вам показать, как у нас выглядит подъезд. Ну классно, все чистенько, ступеньки такие всегда чистенькие. Ничего нигде не расписано, на стенах не написано кому куда идти, без никаких инструкций. недалеко от нашего дома есть такая ферма, где разводят лошадей. Сюда можно прийти на экскурсию с экскурсоводом. Очень часто сюда приходят на экскурсию дети, особенно младших классов. Часто можно увидеть особых деток, солнечных деток, деток, страдающих разными видами заболеваний. Говорят, что им очень помогают у лошади. Деток, страдающих аутизмом, здесь учат ехать верхом на лошадях, на таких мини- лошадках, вернее. И это не особый вид пони, это именно лошади. Своим внешним видом они напоминают верховых лошадей, однако благодаря миниатюрному росту их высота в полке максимум 85 сантиметров, выглядят они почти сказочными существами. Рядом с ними это так прекрасно получается. Через любовь лечат. Лучше не придумаешь. Да, всем советую, кто недалеко от Мюнхена живет, вы не пожалеете, если приедете сюда на ферму и познакомитесь поближе с этими миролюбивыми животными. Также на ферме есть и другие обитатели. Лошади, пони, козы, овцы, страусы, даже гуси вот здесь возле магазинов очень часто гуляют гуси. А прямо сзади меня есть большой торговый центр. Только это не торговый центр, где можно купить шмотки, а разные продуктовые магазины, в основном все магазины со скидками. магазины типа Алди, Пенни, что еще есть здесь, по-моему, Норма, Реви. Те очень стандартные магазины, где можно купить продукты питания по дискаунту, так сказать. разные акции. В общем-то, в каждую субботу мы сможем приезжаем сюда тариться продуктами и, конечно же, посмотреть на этих просто обалденных, красивых животных. Пожалуйста, не кормите лошадочек. Пожалуйста, не кормите лошадочек. А это что, постригли, что ли? Что-то у тебя стрижка не очень. Что-то у тебя стрижка не очень, красотуля. Что-то у тебя стрижка не очень классная. Как тебе постригли? Как тебе постригли-то? Красоточка ты моя, красоточка ты моя, красоточка ты моя. Ты мальчик или девочка? Ты мальчик или девочка? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? У нас сегодня холодно, капец. А я пришла поговорить с лошадками. Вообще, люблю зверюшек. А лошадки это вообще лошадки-аристократки. Мужа потеряла? О, еще одна вышла. Вот еще одна вышла. Ты мальчик или девочка? Лошуля, ты мальчик или девочка? Ну что, пока, пока, лошуля. Вот еще одна красотуля. Вот еще одна красотуля. А ты точно девочка. Ты точно девочка. У тебя так красиво. Здесь так красиво. Намордник такой красивый. Вот еще одна. Вот еще одна лошуля. Ой, ничего себе с завивкой. Че кушаешь? Че кушаешь? Ну, у тебя и завивочка. Обесцветилась, что ли? Обесцветилась, лошуля? Ну да, ну да. Чистота прежде всего. Ну да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok